Тренер по танцам пишет, все по комментариям, все утащит. Кого? Джинсовку. Твою? Артур джинсовку? Не, нормально так. Что, раскрывается немножко? Так, вот, вот, наверное. Так, всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Знаете, что я сейчас буду кушать? Как вы думаете, что я сейчас буду кушать? Нет, не пельмени. Обычно я пельмени всегда в авторе мамы в эфире. Я пельмени. Я сейчас буду пить чай. Чай с бутербродом. Ну и что, что я пожарнела? Все равно хочу быть ялаженой. А я, а я это, чай, что-то мне присключило. Чай с кофе. Чай с кофе? А, кстати, не люблю такие тофи. Не любишь? Тебе повезло, что я их не заберу. Блин, я не знаю, как... А, вот, как эта коробка открывается. Слышите, не открывается. Блин. Ну подожди, ты сейчас откроешь. Да какая разница? Что тут нельзя? Нет, я тут допустила. Итак, ребята, я сегодня была на бальных танцах. Блин, это круто. Кстати, представляете, я сегодня танцевала кизомбу. Первый раз в жизни кизомбу танцевала. Знаете, что я делала? Я закрыла глаза полностью. Прям вот... Меня партнер вел, а я была с закрытыми глазами. И он, там есть такие движения, он даже вот так вот делает как-то рукой. Не знаю, как он так делает. Но, в общем, ты чувствуешь, куда тебе нужно двигаться. И я вот так бедрами делала. Блин, так круто было. Но, в общем, мне очень понравилось. Теперь осталось записаться на регулярные занятия и ходить заниматься. Ну, мне понравилось. Я, в общем, раньше занималась байлями. Вот. Но именно я занималась для соревнований. То есть чача, самбо, румба, джайв. Я ездила по соревнованиям. Дошла до Д-класса, кто понимает. Есть, кто понимает? Вот. Но... Кизомбо вот эти вот... Вот это вот. Я первый раз попробовала. Ну да, мы танцевали еще. Бачату. Третье название я забыла. Вот. Кизомбо, помни, бачату. Ну, в общем, пробовали как бы разные стили потанцевать. И из них один я добавила в видео. Добавила самбо. Мне очень понравилось. Вот. О! Блин, что делать, что делать? Вот. Я случайно включила стирку. Блин, что делать, Саша? Я хотела выключить, а она была закрыта. И в итоге я нажала стирку. Молодец, не откроется. Откроется. Откроется со временем. Слава тебе, Господи. Савидь включила машинку случайно. Так. В общем, потанцевали, теперь можно и пожрать. Правильно? Правильно. Короче, мне понравилось. Мне понравилось. Хочу еще. Слушай, я хочу еще потанцевать. Маргарита. Господи, какой-то бред. Чуть не прочитала вслух. Так. В общем, там мне писали на каблучках. Но я первый раз пошла, как бы не покупала босоножки ради одного раза. У него первое занятие бесплатно. Слушай, у него бесплатная реклама. Первое занятие у него бесплатно. Можете сходить на одно занятие бесплатно. А дальше, если решите заниматься, уже платно, естественно. И даже я узнала, что есть такая штука. Опять они правильно как-то называются, я не запомнила. В общем, ты можешь ехать на соревнования. Берешь профессионального танцора, платишь ему бабки. Представляете? Платишь ему деньги. И если ты не профессиональная партнерша, то он с собой танцует на соревнованиях. Но это платно, ты ему должен это оплатить за то, что он с собой не профессионалка и танцует. И есть прям соревнования. Соревнуются такие, как я, старые бабки, которые решили вдруг вспомнить молодость и начать танцевать. Ну, не только такие старые, как я, есть еще постарше. И, в общем, такие соревнования. В общем, это так круто. Нужно заниматься, готовиться. Я бы вот с удовольствием... Чуху, чуху. Я бы с удовольствием пошла, если честно. Вот. Бутылку уже приставить. В общем, вы мне скажите, вам было бы интересно смотреть какие-нибудь эфиры с уроков по танцам? Или же неинтересно. Интересно видео какие-нибудь смотреть со стилями разными танцев? Или же вас это не привлекает, мои дорогие и любимые подписчики? Так, сейчас я буду делать себе бутерброд. Бутерброд с рыбкой. Это у нас какая-то рыбка. Семга. Собственного какого-то производства кто-то его производил. Станцуй. Я сейчас кушать буду. У меня не было пластических операций. Это не халат, между прочим. Это у меня комбинезон с зарой, между прочим. А, слушайте. Короче, как оказалось. Я вам сейчас покажу свой шкаф. У меня столько, много вещей. Мне просто, я даже открываю, я не могу ничего увидеть, потому что их настолько много. Я не знаю, что одеть. Я половину не ношу. Я бы тут подумала. А что если мне устроить распродажу моих вещей? Как думать? Дайте я не снимаю. Вот. Что если устроить распродажу моих вещей? Вот я вам сейчас примерно покажу. Ой, ешкин кот. Он даже не открывается, понимаете? Что все завалено вещами. Ой, не упал. Посмотрите, сколько вещей. Это все завалено вещами. Вот. И там все наверху завалено. Понимаете? В общем, тут очень много. Вот там все в вещах. Понимаете? И там тоже все в вещах. И я думаю, что если устроить прям распродажу, прям сделать вещи по пятьсот, по тысяче рублей. Тверкаю, тверкать. Та-ра-та-та. Мне только в том волшебном халате получалось. Тверкать. Это очень смешно, не получается. В общем, давайте я лучше самбу станцую. Пока моя соседка куда-то спряталась. Ой, самбу, ча-ча-ча. Тун, 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 тун. Кстати, с партнером намного легче танцевать, потому что он тебя держит и... Тун, турун. И управляет тобой. И как бы... По идее, не нужно опираться на партнера. Но в любом случае с партнером легче, я вам так скажу. Вот, ребятки мои. Привет. Привет всем. Так, напишите мне. Как вы думаете, стоит ли мне сделать распродажу вещей? Не продай, а отдай. Ну, конечно, вы придумали. Все-таки вещи, они стоят денег. Жалко вот просто так отдавать. Нет, конечно, есть часть вещей, которые скоро отдам в детский дом. И, кстати, все никак не поеду, не отдам те вещи, которые мы собрали. Я в любом случае поеду. Это сеть может открыть. Бутылку все открывать может открыть. Соседка моя смешная. Короче. Я хочу сделать распродажу. Что, думаете, никто не купит? Мне кажется, очень хорошие вещи, качественные даже, фирменные. По дешевым ценам даже очень подойдет. Ну, попробую еще, смотрите, на полотенце она уже открылась. Это за второй раз. Ну, сейчас здесь 5-го откроешь. Ну, вот. Сейчас я возьму бутылку. У тебя бутылка удобная для подставки. Смешная жалкость, я нельзя показывать. Так. Оп. Откорилась бутылка. Так. Отдай в приют, ребята. Я, конечно, все понимаю. Я, конечно, добрая душа. Но я не настолько щедрая, чтобы вот прям все вещи отдать в приют. Зачем? Если можно продать. Правильно? Правильно. Но по-любому часть из них я отдам. Обязательно то, что я не продам, я отдам. Вот. Такие вот дела. У меня есть новые вещи, понимаете, новые. Их ни разу не одела. Ну, одела один раз. Все. Чтобы кидывать, отдавать жалко. Поэтому есть прям новые вещи, которые я по очень дешевым ценам думаю выставить. Смс-ка заставляю. Любимые места макеевки – это дворец пионеров. Дворец на Бажаново. Шахты, в которых я выступала. Так, шоколад. И сейчас скажу. А, 61-я, 36-я школа. Это мои школы. Первый лицей. 36-я школа. Моя любимая. Итак, дальше поехали. На дом 2 не хочу. А, открылась, слава богу. Кровать пропадает зря. У меня кровать не пропадает. Я со своей соседкой там отлично сплю. Вот так, поехали дальше. Не столь продавать, а куда ж мне вещи-то девать? Ну, я не настолько хорошо зарабатываю, что прям раздаривать все бесплатно, ребят. Еще не миллионер, что ли. Привет, Балашифи. Привет, мне там подружка живет. То, что не продастся, я отдам в дом детдом. У меня вещи хорошие. Но так они лежат без дела. Я их не ношу. Я могу их продать недорого, понимаете? Ну, а у меня все вещи хорошие. Я говно продавать же не буду, правильно? Но мне кажется, вопрос, сколько зарабатываешь, некорректно. На днижней губой у меня родинка. На дом 2 меня не ждут. Меня не зовут, так как жениха достойного. Сейчас тут для меня нет. Ты бомба, спасибо. Почему не одеваешь? Я не знаю. Да, просто я даже не могу выбрать ничего, что одеть, потому что у нас только все забито. Я даже не вижу, что у меня есть, понимаете? Привет, Тёма Брагин. Квартира стоит 40 тысяч рублей в месяц. Приятного аппетита, спасибо. Это не халат, а комбинезон, ребятки, с зары. Нет, эта коробка до сих пор у меня стоит, я в скором времени. Кого? Да, там, за зеркалом. Я обязательно поеду отдам, не переживайте, обязательно всё отдам. Себе не заберу. Да, немного поправилось. Моя соседка рядом стоит. Если вы хотите отдать вещи, можете поехать их отдать, где дом. Я хочу продать. Вот, знаете, на самом деле, мне интересно. Здесь, как бы вас так назвать, чтобы не обидеть, люди, которые спрашивают размер груди. Допустим, я вам отвечу, а что от этого изменится у вас? Скажите мне, пожалуйста. Что изменится в вашей жизни, если я отвечу на этот вопрос? Минус третий. Я была на доме два год. Год без двух недель. У меня можно будет купить, я сейчас сделаю распродажу своих вещей. Ты делаешь за зеркалом, ты его положил? Да, за зеркалом наверху лежит. А, всё, проси. Слушайте, я всегда нуждаюсь в деньгах, даже когда у меня много денег, я всё равно нуждаюсь в деньгах. Я люблю деньги. Вот. Сёму не любила я. Нет. Любимый у меня с нему не было. Так, я хочу, да есть рыбку. Сё, даём рыбку. Сё, секунда. Сё, секунда. Сё, секунда. Сё, секунда. Ой, господи. Вы знаете, мне не нужен стилист. Я сама могу подобрать себе луки на каждый день. Вот как раз этим я и займусь. Я разложу полностью все вещи сегодня. Сегодня она вряд ли мне получится разобрать все, потому что я ленивая, и это придется долго делать. Подберу себе новые луки. А то, что мне совсем не нужно, то, что я совсем не буду одевать, я все выставлю на продажу в свою рабочую страничку Margaret Company. Подгони, подгони именно через А. Она стоит 1000 рублей плюс доставка. Можете купить. Я не знаю, сколько я вешу, ребятки. У меня нет никаких отношений с Гриценко. Я, кстати, сейчас дожую. За что платят деньги на проекте? Ну, ребят, если вы думаете, что это легкая работа, быть на телевидении, то вы ошибаетесь. Это очень сложная работа. И я бы сказала, что платят очень мало. Это должно стоить дороже. Насчет Гриценко, если мне общаюсь, мне сказали, что он там конкретно заспиртовывается. Мне вот уже несколько человек написали. Директ. Ну, я не знаю, она не подписана. Про Эскор тоже, мне кажется, люди, уважающие себя, не будут задавать такие вопросы. Мало вообще кто верит в то, что это вообще правда. Но как-то отчитываться на эту тему неохота и не собираюсь. Ливчики тоже, они никому не нужны. В плане, не поняла. Что-то про ливчики не поняла. Приятного аппетита. Спасибо большое. Солом. Рот у тебя большой. Да, вроде обычный рот у меня. Чавкаю противно. Ну, кому не нравится, можете выйти. Ну, ребят, ну, смотря с чем сравнить. Если сравнить с чиновником где-то в селе, откуда там Черно, а не село, это, я не знаю, ну, что-то похоже на село, то там какой-то средний чиновник зарабатывает, возможно, меньше, чем Черно. Но смотря с чем сравнить. Моему папе на радио предлагали куда больше гонорар. за то, чтобы он дал интервью, чем кто-то зарабатывает. Вот, поэтому смотря с чем сравнить, ребят. С Дома-2 общаюсь только с Юлией Митременковой. Ну, там редко общаемся, потому что, ну, мы не близкие подруги, но она сейчас нас слышала, приедет, и думаю, обязательно с ней увидимся, сходим погуляем, потусим, сохраняю эфир, да, всегда. Если телефон не вырабатывается, или начинает тормозить. Серьезно, с клецом? Да, вы привыкли такое все? На веселее все думают, что я... Кстати, вот этот вопрос, ты под чем, что ты куришь, что ты употребляешь? Ребят, я вам скажу честно, есть люди, которые могут радоваться жизни без употребления чего-либо. Если я веселая, скачу, танцую, пляшу, пою, это еще не значит, что я по чем-то. Это всего лишь значит, что у меня, как всегда, хорошее настроение. Мне 22 с половиной года. Ну, как сказать, общаясь, ну, перекидывалась там двумя смс-ками с Саймоном, двумя смс-ками с Ромой, там что-то надо было по делу. С Аленкой раньше там перекидывалась, там пару смс. Все. Как бы ни с кем не общаюсь. С теми, кто там работал, вот именно кто работает, там, редактора, я с некоторыми общаюсь. Дружу, там, поздравляю с праздниками. А что касается участников, нет. Так. Все, вопросы закончились. Марго, ты шикарная. Спасибо большое. Спасибо большое насчет серьезных песен, где можно показать свой голос. Я все готовлю для вас. Скоро все будет. Будут и серьезные треки, и лирические, и как вы хотели. все. Упал телефон. Ты прям фотомодель, да? Нет, вроде бы. У меня нет парня. Первая я ем. Скоро выйдет мое интервью новое. Кое-что новое вы узнаете обо мне именно после этого интервью. Добрый день, Александр. Добрый день. Меня зовут Марго. Живу в Москве. Сама в Донецке, в Макеевке, в Донецкой области. На батоне была семга. From Indonesia. Hello, Indonesia. Привет, привет. Марго, красотка. Не готовлю. Нет, максимум могу пельмени сварить или омлет пожарить. Марго, не игнорь. Какой-то чушь пишет и говорит, не игнорь. Ну, у меня часто берут интервью. Если вы не видели, то ни одну статью писал про меня StarHit, Cosmopolitan писали про меня. Да, у меня берут интервью, а затем пишут статьи. Что там удивительного? Может быть, я и суперзвезда, но интервью у меня берут. Так же подходят на улице сфотографироваться. Узнают, задают вопросы. Поэтому я не знаю, что за вот такая желчь с вас вытекает. Зачем и почему я желудок испорчу? Я могу зайти в кафешку, съесть борщик, супчик. Почему нет? Я все это ем. Хорошо поешь? Голос красивый. Спасибо. Спасибо. Родители за то, что сделали меня так, как твоя есть. Потому что из Дома 2 выходит много кто, но не у всех берут интервью и не всеми интересуются. Но в любом случае за такой стартап спасибо большое Дома 2. Я люблю очень путешествовать. Я бы полетела... Куда бы я только не полетела. Лишь бы только посмотреть что-то новое, красивое, экзотическое, интересное. Я за путешествие. Я под твоим наркозом, под твоим гипнозом, с тобой улетаю, меня не найти. Я под твоим наркозом, и это серьезно. Останься со мною, не уходи. Ты и я... Убивай меня выстрелом в сердце. Ты же знаешь, мне некуда деться. Я твоя максимальная... Любви. Ты там, где ветер, касаешься рук моих. По моим материалам плывет жизнь-жизнь. Это ты, ты придумал любовь. На моих линиях новая жизнь-жизнь. Это ты, ты. По моим материалам плывет жизнь-жизнь. Это ты, ты придумал любовь. На моих линиях новая жизнь-жизнь. Это ты, ты. С наступающим радиством всех зависает. Не понимаю, почему в середине эфира эфир начинает глючить. В каком возрасте уехала от родителей? В 17, по-моему. В 17 я закончила школу и поступила на первый курс. Поехала в Горловку учиться. По-моему, было мне 17. Я не ошибаюсь, да. Ребят, буду тогда выходить, потому что эфир тормозит. Поэтому я вас всех целую.